Продолжаем наш видео рассказ про то, как мы приехали в Египет, куда мы перемещались, где мы жили, где какие цены и много другой полезной информации, если вы вдруг соберетесь в Египет. Продолжение наше. Вот я расскажу вам, добавлю вам немного об Ильгуне. Это курорт в Египте, 30 километров от Кургады, на берегу Красного моря. Здесь есть магазины, цены здесь приемлемые в магазинах, фруктово-овощные лавки, рестораны, кафе, школы международные, детские сады. Международная школа в Ильгуне в центре стоит, как мне сказали, от 60 тысяч фунтов в год, умножаем на 5. Грубо говоря, от 300 тысяч рублей в год стоит обучение, от 300 тысяч рублей, потому что от 300 до 350 тысяч рублей стоит обучение в международной школе в Ильгуне. Садики стоят здесь порядка, там, с питанием, да, порядка двух тысяч. Это примерно, это примерно 10 тысяч рублей в месяц, если вдруг вы едете с детьми и хотите ребенка отдать, отдать, соответственно, в школу или в детский сад. Кстати, о нянях. Здесь также можно найти няню, можно дать объявление на фейсбуке, да, в группах местных. Ну, давайте так, средняя стоимость няни здесь средняя, да, в обычный период, ну, вот за 500 долларов у вас выстроится очередь. Вот, ну, понятно, что это я вам так говорю, да, за 500, можно найти дешевле, ну, в зависимости, опять же, от детей, что вам надо и так далее. Но, в любом случае, здесь не проблема, потому что много русских из Украины готовы здесь подработать. Вот, и это касаемо было и до пандемии, и, в принципе, в период пандемии тоже это не проблема. Если вам нужна будет помощь, то вы здесь найдете, имейте это в виду. При этом, понятно, я сразу хочу сделать акцент, что ни в коем случае не планируйте брать няню-египтянку. То есть, они тоже здесь есть, они писали мне на мое объявление, но точно вам скажу, что, ну, точно нет. Я понимаю, когда безвыходная ситуация можно взять, но здесь нет безвыходной ситуации, поэтому имейте это тоже в виду. Поэтому, в принципе, льгуна – это как город в городе, везде охрана, везде безопасно очень, немного народу здесь, место, где очень много тротуаров, где вы можете гулять с колясками. Есть бич-клабы. Бич-клабы – это бассейны, да, там, например, бассейн с лежаками, с музыкой, с баром. Значит, в таких бич-клабах обычная стоимость в льгуне – 200 футов. Умножаем на 5 – это 1000 рублей за день. То есть, вы приходите, вам дают полотенце, лежаки, зонтики, музыка, бассейн, спуск в лагуну или в море. И, соответственно, если вам нужны напитки, пицца, перекусы – это уже все дополнительно. То есть, 1000 рублей из человека просто за пользование этой территорией. Такие бич-клабов здесь, да, очень много. С этим проблем нет. Но они платные. Есть бесплатный пляж на окраине за 20 футов. Это за 100 рублей. Вы можете доехать в одну сторону, и там просто на пляже без лежаков, без зонтиков тоже купаться в Красном море. То есть, такое здесь есть. Вот. Поэтому, в принципе, все для комфортного и хорошего отдыха здесь есть. Также здесь можно арендовать, кстати, яхту, лодку, катер. Да, цены очень разнообразны в зависимости от того, какой катер, какую лодку вы хотите арендовать, на сколько и куда ехать. Но с этим тоже здесь проблем нет. Вот. Так что были бы деньги. А так здесь можно прекрасно, в удовольствие, с комфортом, с сервисом отдыхать вместе с детьми.